Несколько десятков прихожан пришли, чтобы лично посмотреть на процесс водружения куполов и крестов на храм, а заодно и снять это на телефон, чтобы поделиться с близкими. Перед обрядом освящения важных символов к присутствующим обратился в благочинной церкви Виндовского округа священник Дмитрий Березин. Радостно, что вы сегодня пришли помолиться, потому что храм в том числе укрепляется, растет и строится по молитвам тех людей, которые в него приходят. Самый распространенный цвет православных куполов олицетворяет вечность и небесную славу. Золотые главы венчают, например, Московский храм Христа Спасителя и Кремлевские соборы – Успенский, Благовещенский и Архангельский. Несмотря на то, что храм преображения Серафима Саровского еще находится в процессе строительства, вокруг него уже активно ведется духовная и культурная жизнь. Есть даже страничка во Вконтакте. Первая запись здесь сделана от 30 августа 2021 года. Эту дату можно считать началом строительства церкви. Есть здесь и видео-чинозакладки храма, который 19 декабря совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Вокруг церкви растут сосны и ели, и рабочим приходилось проявлять мастерство, чтобы доставить купола с земли на крышу храма. А наблюдающих за этим прихожан переполняли эмоции, которые сложно выразить словами. А какие чувства испытывают шоу? Радостью. Какое-то душевное удовлетворение. Внутри церкви еще ведется строительство. Традиции современного зодчества здесь совместят с современными технологиями. Будет даже теплый пол. Настоятель храма священник Александр Шестопалов рассказывает благочинному церкве Видновского округа о планах по возведению иконостаса и о том, как все будет обстоять в первое время. Хороший речик. Он не будет вырезать иконостас. У меня проект уже, если я могу показать, поддавал. Престол 80 на 80 весной и жертвы. Все будет в одной композиции. Он для начала слушать то, что... А сколотен просто. Рядом с храмом возвели еще одно здание и тоже из дерева. Здесь будут располагаться церковная лавка и трапезная. Закончить большинство работ планируется через три недели, а первую службу здесь проведут накануне Пасхи. Семь лет мы сюда приехали, вот ждали его. Он там должен был строиться. А сейчас вот здесь выбрали место еще лучше. Ждали мы. Ну а так, внешне-то нравится, внутренне? Конечно, очень нравится. Какой-то как теремочек. И батюшка у нас хорошая. В микрорайоне Бутова-парк-2 проживает более 50 тысяч человек, а потому количество прихожан будет довольно внушительным. Церковь небольшая, но ее настоятель с оптимизмом смотрит в будущее. В дальнейшем будет планироваться строительство еще большего храма, но уже из камня, в честь спасения рукаторного образа. А этот храм из сруба, он предназначен для того, чтобы уже начались регулярные богослужения на этом месте для жителей этого микрорайона. Уже скоро на окнах появятся наличники, еще ряд декоративных элементов, и церковь приобретет законченный вид. А службы будут проводиться по расписанию. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.